Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня мы отправимся в очень интересное место. Мы отправимся в Луганские холмы и посмотрим типичную виллу. Эта вилла расположена на территории в несколько гектаров земли, но продается она отдельно, например, от той оливковой рощи, в которой мы, скорее всего, с вами побываем, чтобы посмотреть, как производится масло. Эта оливковая роща находится также в собственности, в которой находится и данная вилла. Но решили продать пока хозяева только дом, который долгое время выполнял функции летнего дома. Сюда приезжали именно на летние каникулы. А оливковая роща, как это часто бывает, как бы мы сказали, сдается в аренду. Сдается в аренду, земли обрабатываются. Это очень распространенная ситуация, когда земля возделывается и берется в аренду. Очень часто берется в аренду не только земля, но уже и сад, который в итоге начинает плодоносить, и за ним ухаживает тот, кто берет в аренду землю и то, что на ней произрастает. Очень типичная вилла, семейное гнездо. Семья, которая владеет этой виллой, очень и очень обеспеченная. Вилла досталась им по наследству. Можно предположить, что здесь прожило не одно поколение. И вот сейчас этот дом действительно, что называется, за ненадобностью, потому что в него редко приезжают. Этот дом, это также распространенная история. Здесь в Италии, я уже рассказывала, очень часто люди, которые могут себе позволить очень многое финансово, их ситуация абсолютно стабильна, отдыхают и живут вот в таких домах. Меня уже спрашивали неоднократно, Яна, вот убранство в этих домах, это потому что так нравится или потому что нет денег обновить? Наверное, скорее последнее, хотя я не берусь утверждать. Скорее все-таки последнее, потому что ремонт в подобных домах, это дело очень хлопотное. Также еще и потому, если это не основное жилье, как в данном случае, за ремонтными работами просто нет времени следить. Поэтому семья приезжает сюда время от времени. Именно на каникулы итальянцев принято, допустим, летом отправляться в горы и вот можно отправиться, например, в Уганские холмы. Но, безусловно, эта вилла может стать и основным жильем, как, скорее всего, и было когда-то. Посмотрите, какие интересные стены, часть их сохранены, потому что, скорее всего, эта вилла имеет определенную историческую составляющую. Здесь, на самом деле, нужно уточнять в агентстве. На момент съемки было непонятно, есть ли определенные ограничения в силу того, что это строение является признанным историческим. Повторюсь, это все достаточно непросто. И продажа таких объектов должна осуществляться, безусловно, профессионалами, которые знают, как подготовить документы. Эта съемка осуществляется при содействии агентства Абана Риэл Эстейт. Мои хорошие друзья, благодаря которым мы действительно посетили огромное количество очень-очень интересных домов, квартир. И смогли посмотреть, как же живут итальянцы. При этом необходимо все-таки понимать, что итальянцы любят историю и любят старину. И если нам покажется вот такой интерьер, ну, на самом деле, интерьером, в котором, возможно, сложно жить, потому что он устаревший, на мой личный взгляд, это так. Если бы я переезжала в этот дом, я бы очень многое переделала. То для итальянцев и, скорее всего, те хозяева новые, которые поселятся в этом доме, определенные вещи будут совершенно точно представлять большую ценность. Как, например, для актуальных хозяев этого дома, потому что мы увидим, что на стенах некоторых комнат сохранены фрески и сохранена также оригинальная кладка, которая, безусловно, является украшением данного дома. Потрясающий вид открывается на холмы. Снималось это видео осенью, оно очень долго ждало публикации. И сейчас в холмах так красиво, что это невозможно передать. И запахи, которые наполняют холмы, в силу того, что огромное количество цветущих растений, они тоже непередаваемы. Я всегда говорю, что слабое место таких домов, это, безусловно, ванная комната. Обновить там сантехнику, обновить проводку, это, безусловно, не так просто, как хотелось бы. Окна дома также выходят на другое строение. Оно тоже находится в собственности у актуального собственника и этого дома. Но продается только дом и часть придомовой территории, которая, безусловно, после купли-продажи... Вот, кстати, аутентично сохранена стена, часть точнее ее. Безусловно, после продажи можно будет при желании обнести изгородью именно сад, который принадлежит этому дому и сам дом также. Но я заметила, что очень часто итальянцы этого не делают и делят свою территорию, скажем так, не разделяя ее, не отделяя, потому что это позволяет, прежде всего, наслаждаться видом. Камера не передает всех нюансов, но это действительно фрески, то есть когда-то потолки и стены данной комнаты и практически всего дома были украшены очень красивыми фресками. Мебель старинная. Часто в таких видео, точнее в комментариях под подобными видео, меня спрашивает Яна, а мебель включена в стоимость продажи? На самом деле все очень индивидуально. Кто-то продает с мебелью, кто-то вывозит мебель частично, кто-то рад оставить мебель и не иметь никаких сложностей организационных, чтобы ее вывезти. Все на самом деле очень индивидуально и в каждой купле-продаже в любом случае можно договориться о многих сопутствующих условиях. В этом большом доме, конечно же, много спалины и несколько санузлов. Я не все комнаты вам показываю, потому что не все были готовы к съемке комнаты, а некоторые комнаты стали элементарным хранилищем для каких-то ненужных вещей. Некоторые санузлы действительно очень и очень специфичны, но я думаю, что в любом случае вы можете себе представить, как выглядит вот такая по наследству доставшаяся вилла. Это, безусловно, вилла в том представлении, в котором, наверное, мы себе представляем итальянскую виллу где-нибудь в горах. В данном случае это не горы, а иуганские холмы. Вилла с историей, вилла очень своеобразная. Безусловно, найдется покупатель, который хотел бы жить именно в таком доме. Лягушка рядом с домом в Италии символизирует достаток и удачу. Первый раз я увидела лягушку, расположенную как раз-таки у ступенек этого дома, у центрального входа. И вот покажу вам немного как раз-таки производства, как выглядит производство оливкового масла. Повторюсь, это производство находится тоже на территории собственника виллы, который сейчас продается. И, возможно, именно осенью мы сюда с вами попадем и увидим, как же производится знаменитое на весь мир оливковое итальянское масло. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь, очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok